Вот вам история маленькой Саши, которую дразнили в школе из-за того, что у нее были очки. Смотри, кто пришел! Эй, четырехглазая! А вот вам история уставшая от университета Саши, которая желает посидеть в ванной и почитать книжку. Но это ей не удается из-за того, что очки постоянно запотевают. А вот вам история спортивной Саши, которой никак не удается выполнить упражнение из-за того, что очки постоянно спадают. Ну что, очкарики, знакомы ли вам эти ситуации? Мне, безусловно, у меня близорукость и всю школу я проходила в очках. И мне было всегда очень любопытно и интересно, каково это вообще людям смотреть на окружающий нас мир и видеть его таким, какой он есть. Четким, резким, не прибегая к помощи очков. Но в 10 классе однажды в мою голову пришла такая мысль, как попробовать, что же такое линзы. И я просто готова благословить этот день, потому что, ребята, вы не представляете, как линзы упростили мою жизнь. Они ее просто действительно изменили вот так. Во-первых, линзы, они просто слились с моими глазами. И у меня иногда даже бывает такое ощущение, что это я так хорошо вижу. Настолько я их не чувствую на своих глазах. Во-вторых, очки никогда не давали мне максимальной резкости, в принципе, как и любому другому человеку. Потому что линзы мы прям садим на наши глаза. И таким образом, посмотря хоть куда, мы будем видеть резко. А очки же имеют вот здесь пространство, куда мы посмотрим направо и налево, и мы не будем видеть резко вниз и вверх точно так же. Это большой минус очков. В-третьих, никто даже из окружающих не догадается, что у вас плохое зрение, потому что линз просто-напросто не видно не вооруженным взглядом. Если только я буду делать так или так, то очень внимательный человек, когда будет близко присматриваться к моим глазам, он увидит то, что да, у меня есть линзы. А так издалека, по сравнению с очками, да, они просто незаметны. Также в некоторых линзах можно плавать в море или в бассейне, в общем, в любых водоемах и видеть своих друзей. А не видеть расплывчатые какие-то фигуры, да, как мы видим это без очков и без линз. Но в очках, как вы понимаете, плавать просто-напросто неудобно и небезопасно. Ну и пятый, самый интересный для меня плюс линз, это то, что с помощью линз сегодня мы можем поменять цвет своих глаз. Мне было бы очень интересно попробовать на цвет какие-то другие, потому что это действительно меняет очень сильное лицо человека. И знаете, ребята, я сделала это, я осуществила свою мечту, потому что недавно я заказала с одной группой ВКонтакте. Между прочим, самые ребята популярные в группе ВКонтакте по цветным линзам. Я вас предупреждаю, чтобы вы заказывали реально с проверенных сайтов, с проверенных групп, потому что это очень важно. Подходить к выбору линз, к покупке линз нужно очень аккуратно, и я вам советую эту группу, к которой я заказала линзы. Я заказала темно-зеленый оттенок, и благодаря этим линзам мои глаза действительно кажутся больше, четче, ярче. Я вообще не могу нарадоваться, потому что, ребята, буквально недавно пришла эта посылка, и я вам сейчас все покажу. Линзы приходят в вот таких баночках, я не знаю насчет дизайна, конечно, у каждого разный дизайн, но в принципе линзы приходят в баночках таких, которые очень хорошо запечатаны. Более того, в комплекте идет сразу же стандартный контейнер. Где можно хранить линзы. Но самое няшное, что было вообще в моей посылке, то, что мне прислали еще вот такой контейнер, ребята, это просто те, кто носят линзы, это такая незаменимая вещь, я вам серьезно говорю. Потому что в этом комплекте есть все самое необходимое. Но это даже не самое смешное, не самое главное, и не самое прикольное, не знаю, потому что, ребята, дома у меня есть вот такой контейнер. Вы понимаете? Просто это что за мастера совпадений? Я не знаю. Знаете, как это еще логично совпало, что этот контейнер у меня всегда был для моих обычных линз, в которых я даже сейчас нахожусь. Это не цветные линзы. А это красная пандочка для цветных линз теперь у меня. Вы понимаете, да? Логично, не цветное, черно-белое, цветные, красные, понимаете, да? Я вам покажу, что находится внутри. Очень доволен такими контейнерами, потому что их можно положить с собой в сумочку и всегда не переживать, если что-то произойдет, если вы останетесь где-то на ночь, или если у вас засохнут глаза, или у вас просто линза выпадет на улице. У меня такого не случалось, не переживайте. В этом комплекте есть все просто самое необходимое. Собственно, сам контейнер для линз с указателями для людей, которые будут путаться левый и правый. Далее идет баночка. Эта баночка незаменима, потому что в нее вы дома, допустим, наливаете раствор, в котором нужно хранить линзы. И если вдруг случится такая ситуация, что где-то вы остались на ночь, или вам нужно промыть линзу, у вас всегда будет миниатюра вашего растворчика, это очень удобно. Безусловно, очень важная вещь это щипчики. Раньше я даже не представляла, зачем они нужны. Я всегда делала это пальцами, доставала линзу, надевала, такая, все, ок. И ничего, что туда заносится куча бактерий и ворсинок и так далее, поэтому так делать не нужно. Лучше всего хорошим щипчиком просто зацепили так линзочку и потом надели. Ну и давайте я наконец-то вам покажу те самые зеленые линзы, от которых я просто в восторге. И мы перейдем с вами в обстановочку поближе, потому что я буду отдельно вам показывать свои глаза, как я надеваю линзы, снимаю линзы. Потому что эти очень популярные вопросы, они меня просто преследуют. Саша, как ты носишь линзы? Как ты перешла к линзам от очков? Это очень интересно. Я хотела бы ответить на все эти вопросы. Итак, мы перешли немного в необычный для нас ракурс, потому что я очень близко к вам нахожусь. Итак, сейчас я вам покажу, как же все-таки снимать линзы, надевать. И я сниму свои прозрачные, потому что я как бы сейчас в них. И надену цветные. Так выглядит моя линза. На мне, если вы ее сейчас сможете заметить, то вот она. Вот у меня заранее моя баночка. Чистыми, ребята, руками. До этого обязательно их нужно вымыть. Я окунаю немножечко свой пальчик, чтобы просто его смочить. И начинается действие. Я просто стягиваю линзу. Вот она и вышла. Это, ребята, очень легко на самом деле. Вот она. И теперь, ребята, самое интересное, потому что пришло время цветных линз. Итак, я оттягиваю вниз свой глаз. Новичкам лучше всего вообще вот так вот держать. Но я просто сделаю вот так. Потому что новичкам очень тяжело вообще понять, что им сейчас в глаза лезет какое-то инородное тело. Они боятся и все дела. Я оттягиваю, значит, и просто вот так делают шпуньк. И сделаю влево-вправо, посмотрю. И все, мои глаза на месте. В принципе, для эксперимента мне очень даже нравится. Они намного сильнее моего цвета в глаз. Вот так вот выглядят эти линзы на мне. Мне нравится, что они увеличивают мой размер глаз. Сам эксперимент. Мне безумно это нравится. То, что я могу поменять все свои глаз. Могу сделать их ярче. Могу сделать их вообще голубыми, коричневыми, карими. Я обязательно оставлю ссылку на эту группу ВКонтакте, во-первых, здесь. А во-вторых, в описании. Заглядывайте туда. Вот так вы видите меня вблизи. И я опять же держу при себе вот этот контейнерчик. И вот, смотрите, как это выходит. Вот так. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно было, может быть, для вас полезным. А насчет цветных линз, ребята, я просто вам советую эту группу ВКонтакте. Потому что это очень важно, какие линзы вы приобретете. Тем более, если вы не знаете заранее хороший там товар или нет. То вот этот товар я гарантирую. Серьезно. Спасибо большое вам за просмотр. Я вас очень сильно люблю. Пока.